В Муравленко проходит всероссийская акция «Засветись». Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД напоминают детям о безопасном поведении на дороге и правилах движения в темное время суток. Девись сегодня «Засветись», а это значит «Проявись». Прикрепи к одежде фликер, это твой телохранитель. Участники отряда юных инспекторов дорожного движения рассказывают школьникам об опасностях, которые таит в себе дорога в темное время суток. И в игровой форме знакомят их с важными для пешеходов атрибутами. Мы объясняем детям, что нужно носить фликеры и световозвращающие элементы. Ведь, как мы слышали, было много аварий и трагических ситуаций, когда детей сбивали. Осенью в темное время суток, особенно в условиях непогоды, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. Водители часто замечают пешеходов слишком поздно. Одна из смертельных аварий произошла совсем недавно в Салихарде. 11-летняя девочка попала под колеса внедорожника на нерегулируемом пешеходном переходе. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Я хочу обратиться к ребятам, чтобы они тоже соблюдали ПДД, слезали на велосипедах или на любых транспортных средствах на пешеходном переходе, смотрели налево-направо и замечали машины, едущие рядом с ними. По статистике, использование световозвращающих элементов снижает опасность наезда на пешехода на 80%. Так водитель сможет заметить его на расстоянии до 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров при дальнем. Фликеры можно прикрепить на верхнюю одежду, рюкзаки, сумки, детские коляски. Чтобы быть таким немким маячком, особенно среди маленьких детей, просим родителей использовать возвращающие элементы. То, что вручается детям, специально наносить и проводить с ним профилактические беседы, непосредственно по правилу дорожного движения на пешеходных переходах и, соответственно, как должен себя вести ребенок в дворах жилой зоны. Проведение профилактической акции «Засветись» в начале учебного года уже давно стало доброй традицией. Такие встречи пройдут во всех общеобразовательных учреждениях города.